Ребята, всем привет! Есть у меня довольно срочное сообщение, которое касается законопроекта 26.95. Значит, завтра должен был состояться комитет, который рассмотрел бы законопроект 26.95 в живом, скажем так, режиме. То есть с присутствием народных депутатов и членов комитета в комитете непосредственно, плюс с представителями МВД, которым у меня сложилось большое количество вопросов, и я хотел бы их задать лично. Но в связи с карантинными мерами комитет будет проходить онлайн. Этим решили воспользоваться и авторы законопроекта, и глава комитета Денис Монастырский, который, по моей просьбе, не хочет переносить рассмотрение вопроса 26.95 в, так скажем, в живой режим, для того, чтобы я не создавал там лишней шумихи. И они хотят протолкнуть этот законопроект и вынести его в зал, для того, чтобы все депутаты могли проголосовать и протащить этот законопроект. Значит, законопроект, это даже с учетом моих правок, которые ухвалил под комитет, заседание под комитетом вы видели, я его выкладывал, не представляет из себя все равно тот законопроект, за который хотелось бы проголосовать. То есть в таком виде, в котором он есть сейчас, голосовать за него нельзя. Почему? Потому что в нем присутствует правка, точнее 35-я статья, которая позволит полиции останавливать абсолютно все транспортные средства без причины. Значит, автор законопроекта этого, один из авторов, господин Медяник, пообещал мне лично в личной беседе после подкомитета, что эту правку на подтверждение нормы закона мы на комитете поднимем, и мы ее провалим, так как большинство членов комитета с ней не согласны. Но я сейчас узнал, что существует другая договоренность, которая позволит эту правку все-таки включить в законопроект и вынести ее в зал. То есть на рост судзала, как говорят мои коллеги, зал должен определиться. Но в большинстве своем, к сожалению, большое количество депутатов не вникает в суть законопроектов, и может случиться так, что этот законопроект может быть проголосован. Поэтому я вас всех призываю завтра обязательно смотреть и следить за проведением онлайн-комитета. Этот онлайн-комитет, он идет в прямом эфире, он будет транслироваться в Ютубе, и можно будет видеть, кто какую аргументацию будет давать по этому законопроекту и по беспричинной остановке. Обязательно я выложу под этим видео ссылку на канал нашего комитета, чтобы вы могли видеть, кто как голосует и кто как выступает. Также я сейчас хочу найти автора, господина Медяника этого законопроекта, и получить у него комментарий, так сказать, в прямом эфире. Пусть он вам лично объяснит, почему он считает, что полиция имеет право останавливать без причины все автотранспортные средства, хотя другие члены комитета ему на пальце, в том числе и я, объясняли, почему это делать нельзя. Но так как он великий друг господина Герасченко, я думаю, тут вопрос очевиден. Мы сейчас попробуем. Вот, кстати. Ребят, можете рассказать людям, почему вы хотите, чтобы полиция имела право без причины останавливать автотранспортные средства. Вот один из авторов законопроекта, то есть Пилин Медяник, который, в частности, очень настаивает на том, чтобы статья 35-я не была выключена из законопроекта, да? Смотрите, уважаемые авторы и водители, и все остальные, на подкомитете был рассмотрен данный законопроект, где подкомитетом было принято общее решение эту правку вывести на рассмотрение общего комитета. Было голосование такое? Да, конечно. Голосование было? Просто у меня есть все видео комитета, и голосование не было. Саша, ты обманываешь людей, потому что был объявлен перерыв, потом было еще продолжение. Что было продолжение? Что, подкомитетом? Да, конечно. А кто приступил там? Какой перерыв? У меня есть от начала до конца видео. Ну так посмотри видео, Саша. Перерыв ты? Конечно, конечно, конечно. Ты посмотри видео, хорошо? Хорошо. А ты обманываешь людей, Саша. тоски ты правильно поступаешь? Ты людям честно говори а потом к нам подходи, хорошо? На комитете будет рассмотрена данная правка где комитет является коллегиальным органом объясни почему конкретно ты считаешь вводителя должны без причины останавливать машину потребью? Я тебе ещё раз не говорю Почему ты считаешь полиция должна без причины останавливать водителей? Есть справка Она будет рассмотрена на комитете Ты почему считаешь Это твой законопроект Я один из авторов Так почему ты считаешь, ты как соавтор, ты как соавтор, объясни, почему должны останавливать беспричинно людей? Смотрите, в этом законопроекте есть полностью все данные. Нет, объясни людям, вот ты считаешь, и ты на эксперименте выступал, что ты считаешь, что это правильно. Саш, смотри, ты обманываешь людей. Чем? Это первое. Чем? Ты занимаешься манипуляцией, ты обманываешь людей. Чем? Ты сначала в себе разберись, а потом к нам подходи. Нет, не спасибо, нет, ребята, нет, нет, нет. Так объясни людям, почему ты считаешь, что должны останавливать беспричинно. Ты никуда не уходи, Славик, объясни. Люди спрашивают меня, а я тебя. Я не автор законопроекте. Саш, не будь клоуном, ты маленький клоун, понял? Клоун это ты. Ты обманываешь людей. Чем? Ты людьми манипулируешь. Объясни тогда как правильно. Объясни тогда как правильно. Когда обрет комитет, будет решение комитета. Объясни правильно, почему ты считаешь, что полиция должна без причинно останавливать водителей? Беспричинная остановка быть не может. Есть четкие правила, на основании которых может сотрудник Патруль-Полиции. Ты свой законопроект читал? Саша, читал. И ты почитай хорошо. 35-ая статья. Я хорошо читал. Объясни мне. Хорошо. Уважаемые зрители. Пусть Александр Акуницкий, если он такой большой специалист, процитирует нам сейчас с вами онлайн эту статью. Саша, процитируй. Я тебе еще раз объясню, Славик. Я тебе аргументирую. Я тебе аргументирую. Я не понимаю. И не разбираешься. Ты люби, манипулируешь. Объясни, пожалуйста, почему ты хочешь. Саша, послушай. Саша, послушай. Саша, я тебе еще раз говорю. Процитируй эту статью. Ну, процитируй. Ты господин Киращенко по указке сказал. Законопроект отзарегистрируй. И где лучше я в другое место? Куда лучше в другое место? Расскажи. Нет, Славик, не в другое место. Объясни людям, куда ты уходишь. Саша. Они же тебя на улице не могут встретить. Саша. И спроси тебя. Объясни. Саша, я тебе еще раз говорю. Ты манипулируешь людей. Чем? Я тебя прошу, чтобы ты про... Саша. 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 Вы когда-то прогроголосовал. Саша. Хотя у этого ты говорил абсолютно другие вещи, Саша. Саша. Я тебе еще раз говорю. Поэтому ты за словами должен ответить. Саша. Я тебе еще раз говорю. Люди хотят знать, почему они по твоему дурацкому желанию должны перед каждым полицейским кланяться. Саша. Объясни. Саша, нет моего дурацкого желания. М כל or two. Это твой законопрагент, твой. Ты дуги за этим, чтобы останавливали без причинны. Кстати, это законотворчество. Ты понимаешь, что такое правка. Хорошо. Что такое 35-я статья про нацполицию? Объясни, почему люди должны беспричинно краниться каждому полицейскому по твоей прихоти? Саш, я тебе еще раз говорю. Объясни, не мне, не мне. Этот законопроект не проголосован. Он еще не прошел комитет. Когда он пройдет... Саша, завтра будет комитет. Один из твоих соавторов отказался даже от этой правки. Он отказался. Он говорит, это ерунда. Объяснили? Не мне, не мне. Саша, я тебе еще раз говорю. Саша, ты занимаешься просто манипуляцией. Какой? Чем я манипуляцией? Я тебе прошу объяснить. Саша, слушай. Прошу людям, объясни людям. Давай. Почему они по твоему дурацкому желанию? Саша, нет ну дурацкому желанию. Ну как? Пусть следи за языком, Саша. Не бой клоуном. Клоун? Это ты. Это ты подаешь такой законопроект. Саша. Так ты объясняй, не я. Ты объясни, почему все должны по твоей указке останавливаться по твоему дурному желанию. Саша, скажи. Ты идиот, нет? За языком следи, ты идиот. Ты когда что-то говоришь, думай. Что? 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 Славик, объясни людям. Почему люди должны по твоему дурному желанию? Саша, прежде всего должна быть этика. Ты понял? Этика? Этика это когда коллеги доверяют друг другу, а не кидают их. Понимаешь? Вот это этика, Славик. И тебе этой этике еще предстоит научиться. Хорошо, Саша. Так вот я хочу, чтобы люди знали твое лицо и видели, кто автор такого дебилного законопроекта. Хорошо. Чтобы знали тебя. Хорошо. И ко мне не было вопросов. Чтобы были к медианику Вячеславу. Саша, вопросы к тебе большие, потому что ты член этого комитета. Правильно. И ты будешь тоже голосовать? Так я, правильно. Я тебе аргументировал. Потратил большое количество времени. Саша, я тебе еще раз говорю. Для того, чтобы объяснить, почему нельзя. Саша, я тебе еще раз говорю. И ты кинул, собрал какой-то перерыв, потом кинул, проголосовал с какими-то непонятными людьми вправку. Саша, я тебе еще раз говорю. То есть ты кинул членов под комитета. Саша, есть такое понятие. Да. Вот, ребята, в принципе, вы видели одного из авторов законопроекта и его аргументацию по поводу того, почему он считает, что можно всех оставлять подряд. Значит, следите за этим событием, обязательно поприсутствуйте на комитете онлайн, который состоится, и посмотрим аргументации. Посмотрим, как будут голосовать коллеги мои, и кто действительно хочет отстаивать права водителей, а кто хочет просто помогать Геращенко и КО проталкивать вот такие законопроекты. Фух, ну и дятел.